Продолжение следует... 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 могли причащаться к святых божественных христовых таинств, потому что во время Четыридесятницы они вот в седмичные дни, то есть в такие дни, не воскресные, не праздничные, они не причащались, и другие они не совершались. Вот для того, чтобы люди смогли причаститься, христиане, прихожане храма, так как было много людей, которым нужно было обязательно причащаться, требовалось, потому что, ну как еще жить без Христа-то, да, никак невозможно. Вот кто подпитывает такие духовные силы, а порой и физические, потому что если есть духовные силы, то вдруг и появляются силы физические. Вот человек причащается, христианин, святых божественных христовых таинств, что мы сейчас с вами и делаем. Вот. И умеряет свои вот такие дурные наклонности, о чем я сейчас с вами говорил, да, что наша такая одна из самых наклонностей, вот, негативных в церковной среде, это непримиримость. Бывает. Люди просят прощения, а на самом деле, как говорится, и не прощают друг друга, обижаются потом друг на друга очень часто. А нам надо от всего сердца, да, просить прощения и примиряться, чтобы все эти обиды, все эти раздоры, которые бывают между нами, которые бывают между нами, мы должны как претерпевать и идти друг другу навстречу с миром, да. Христос кто у нас, да, Он прежде всего носитель мира, Он объединяет людей. Серафим Саровский как говорил, да, стяжи мир внутри себя. Мир прежде всего. Какой мир? Вот какой? Вот мы из два мира. Один вот мир, который вокруг нас, который возле лежит, мы можем тоже выстяжать, но на кого мы будем с вами тогда похожи, да? То, что там творится в миру. А что творится в миру? Мы это видим. Вот если мы стяжем те, в кавычках, добродетели, которые там, как говорится, в миру, которые возле лежат, на кого мы будем с вами похожи? Ну, на кого? Страшно сказать на кого, да? Будем с вами озлоблены, предаваться всяким порокам. Я не буду их перечислять, вы все знаете, да, эти пороки страшные, страшные пороки. И естественные, и противоестественные, и плотские, и другие, и другие, и другие, да? Вот на кого мы будем похожи, то есть на бесов. А если мы с вами стараемся приобрести мир Христов, вот для того, чтобы быть похожим на Господа Иисуса Христа, нам надо его стяжать, его мир. А как мы можем его стяжать? Вот взаимным друг другу терпением, да? А если друг не терпим, то просим прощения, прости меня, да? И ты должен ответить, и меня. Бог простит, меня прости. Когда мы так с вами делаем, мы вот, мы друг с другом примеряемся, и вдруг чувствуем, что у нас внутри что, мир образуется? Да? Мир у нас образуется. Уже что-то делать хочется, как-то спокойнее. А если мы, например, на раздражение ответим на раздражение, и тот человек уйдет, озлобленный, и сам ты расстроишься. Так же? И мира нет, оказывается. А если ты скажешь, брат или сестра, ну прости меня, не злится, смотришь, и исчезло все это раздражение. Оказывается, это все просто, правда же? Вот эти простые вещи творить очень трудно нам. Как ни странно, да? Вот такие простые вещи, казалось бы, что сделать? Подойди ты, попроси прощения. Эх, столько препятствий, столько всего, да столько у тебя мыслей придут сразу, а зачем мне пойду? Пусть он ко мне первый подойдет, или на ко мне первое подойдет. Вот почему я должен попросить прощения? Ну мы же с вами христиане. Кто мы с вами? Христиане. Вот, поэтому первым должны мы идти на них, чтобы мы стяживаем мир. Если даже он тебя не простит, зато ты попросил прощения. Ты мир приобрел. А за него, или за нее, надо просто помолиться. Вот, дорогие мои, что мы можем с вами вынести из первой недели Великого Поста, да? А с первой недели мы Великого Поста можем вынести то, чтобы мы увидели, какие мы есть с вами. Начинаем чуть-чуть только видеть, какие мы есть с вами. Вот, вот, святитель Василий Великий говорит, что у каждого у нас должна быть книга. Что это за книга? Блокнот? Или может быть гаджет, который сегодня, да, очень современный, у молодых людей. Это книга, она должна быть у нас вот здесь и вот здесь. Это книга, которую мы должны отмечать. А что же я сегодня сделал такого, в день плохого, да? И в конце своего дневного пути подумал. А что я сделал такого? Проанализирую себя. Вспомнил. А, вот, этому слову сказал. Вот здесь не выдержал. Вот здесь я раздражался. Вот здесь гнилался. А тут плохо подумал. Вот, анализирую так свои поступки, да? Вот, мы уже стоя на молитве, будем, вот сейчас-то будем стоять на молитве, в последующие дни, мы будем их уже думать. Вот, вчера-то я сделал то. Значит, у меня есть такие-то, оказывается, да, вот, недостатки. Это что, оказывается, у нас скрываются наши недостатки. А это наши недостатки, мы должны от них избавляться. А как мы должны избавляться? Прежде всего, на них обратить внимание. Не на соседку обратить внимание, да, который рядом со мной стоит, или на соседку, как он там, что делает, да, или что сказал, а на себя внимание обратить. И проанализировать в конце дня, вечером, такое свое состояние. А что со мной было? А я ведь мог этого же не делать. Но я ведь раздражался, я ведь гнировался, да? Я ведь залилась. Я ведь желала плохого кому-то. Надо бы мне этого не делать. И вот над этим обязательно надо нам что? Работать. Это называется духовная работа. Вот в Великом посту нам как раз и предлагается так над собой работать, всматриваться в себя. И ничего удивительного, если мы вдруг у себя обнаружим или будут у нас обнаруживаться различные недостатки, всплывать. Да? Их много будет. Вы их сами видите. Вот тогда ни в коем случае это надо не оставлять без внимания. Наоборот, надо очень внимательно к этому присмотреться. А в чем мои слабости, да? Какие мои слабости? И вот против них в следующий раз стараться от них уже не совершат. Конечно, подходить на исповедь. Конечно, говорить священнику. Пусть даже священник ничего не скажет вам. Это вы обязаны сказать священнику, да? А священник уже как посредник. Он являет собой образ Божий, именно видимый образ Божий священник, который разрешает твои грехи. И вот ты исповедуешься Господу, но перед священником, и Он тебе разрешает, именно в этом грехе. И вот ты стараешься. А как же так? Исповедоваться в этом грехе. Ну, мы можем сказать, вот я в церковь прихожу, выхожу так, у меня замечательно так, все такое состояние, да? Благодатное состояние. Это хорошо. Но ведь благодать-то Божия нам от кого дается? Мы ее сами приобретаем, скажите? Нам ее Бог дает. Просто нам ее дает. Мы пришли, Он нам ее дал с вами. А мы должны все-таки вынести какой-то плод. А плод будет тогда, когда мы увидим. Выйдем и увидим. Делаем ли мы это? О чем мы так болеем, да? Или не делаем. Если делаем, значит, мы с вами еще не исцелились совершенно, да? Значит, еще надо внимание обратить на эту страсть или на этот твой грех. Вот так, совершая, так работая над собой постепенно, мы исцеляемся. Только так, только с помощью благодати Божией и своего усердия, своего внимания, своего самоконтроля. Ведь самоконтроль нужен, вот смотрите, везде нужен самоконтроль. Если человек не будет себе контролировать, вот вручил человек, да? Идет по дороге, решил дорогу перейти, а там машина ходит, а он не контролирует, он идет туда, а почему они ездят? Я должен перейти, как говорится, да? Пусть они меня пропускают. То есть человек сам себя не контролирует. Так и у нас в жизни бывает. Мы думаем, а почему они прощения не просят? Или почему такое совершается? А дело-то оказывается не в них, а в тебе. То ты сам себя не контролируешь. Поэтому даже в такой жизни мы сами должны себя что? Контролировать. А в духовной жизни, особенно, себя должны контролировать. Наблюдать за собой. А что же я делаю? А какие мысли-то у меня внутри-то, да? Злые или худые? Порочные или чистые? Какие мысли-то? Внимание-то обратить-то надо на это. Вот это называется, ну а с вами, еще раз повторяю, духовная работа. Вот что мы с вами особенно должны проделывать сейчас, во время Великого Поста. Но не только во время Великого Поста. Во время Великого Поста очень удобно, потому что вся Церковь Вселенская постится. Не только здесь мы с вами, какой-то малый такой вот, да? Несколько десятков человек из всего города проволены. Ну и все, пускай в Рождественском приходят, да? Рождества Богородицы. Ну тоже там несколько десятков человек. Нет, еще в других церковах люди постятся и молятся. По всему миру постятся и молятся. И вот мы с вами являем одну большую армию. Армию Христова. Мы с вами разные люди совершенны. И вот даже в армии бывают различные бойцы. Одни сильные, другие слабые, одни искусные, другие неискусные. Но когда армия большая, и у нее есть очень такой хороший военачальник, а ее военачальник нашей армии это Господь Иисус Христос, то эта армия обязательно победит. И мы победим не то, что мы такие с вами семьями, да? А то, что рядом с нами есть. И где-то в других местах есть тоже другие люди, которые молятся и постятся, которые тоже искренне желают, чтобы он, чтобы ты или другой стал лучше. Поэтому, помоляясь за кого-нибудь, и за весь мир мы молимся, мы даем кому-то тоже большое привлечение. Вот за нас тоже кто-то молится. Там, где-то, может быть, на той стороне планеты тоже православные люди постятся и молятся. Вот такая огромная, большая связь, да, существует. Вот мы с вами являем одну большую вселенскую христианскую православную церковь. С чем я вас, дорогие мои, поздравляю? Вот. Какая у нас с вами сила, правда? Вот так, что вы не думайте, что нас так мало, что мы такие слабенькие, бабушки здесь в основном стоим, да? Нет. Силы Божьи в чем? Я мужчина совершает. Силы Божьи в чем?